Всем привет! Меня зовут Алексей и в этом кейсе мы будем настраивать тестовые рекламные кампании для фотографа. Фотографа зовут Мария Терентьева и мы будем делать трафик для Марии на ее страничку в Instagram по разной целевой аудитории. Вот так выглядит страничка Марии в Instagram. В шапке можно заметить, что перечислены услуги, которые Мария оказывает. Это фотосессии для женщин, беременности в студии в городе на природе. Есть информация в сохраненных сторис и много примеров работ в ленте. Можно увидеть разные работы и студийные фотографии, и просто прогулки. Есть фотографии беременных девушек. В общем, очень много материала и любой человек, который зайдет к Маше на страничку с рекламой, сможет смотреть ее работы и принять решение написать Марии или нет сообщения, или просто подписаться на страничку. Вообще мы будем тестировать на несколько объявлений трафик. У нас будет предложение по новогодней фотосессии студийной. И будет осенняя фотосессия. Ну, как бы она не студийная, а называется просто фотопрогулка с Марией, где Мария вместе с девушкой просто гуляет по каким-то красивым местам в Москве и делают фотосессию. И все это мы будем тестировать на небольшом бюджете. Посмотрим, как люди будут реагировать на это объявление, сколько будет стоить трафик на страницу, как этот трафик будет конвертироваться в подписчики или в заявки, или в обращение в сообщения. Поэтому все протестируем, проанализируем и потом уже подготовим объявление к основе. Чтобы начать создавать рекламные объявления, нам нужно перейти в рекламный кабинет Facebook. Вот так вот выглядит рекламный кабинет Facebook. Как видим, сейчас ничего здесь нет, потому что мы первый раз будем настраивать рекламу для Марии. Мария ни разу не пробовала, не продвигала ни посты, не делала рекламу официальную через Facebook. И это будет у нас проба пера. Мы затестим, посмотрим, какие результаты у нас на тесте получатся. Здесь есть несколько вариантов. Можно нажать кнопку создать и сразу перейти к объявлению. Но я обычно делаю... Начинаю с того, что создаю аудитории в разделе, потом подгружаю их в объявление. И для этого рекламного теста я сделал три аудитории. У нас будет только широкая аудитория по каким-то интересам. Мы не будем использовать похожую аудиторию, ни по телефону, ни по почтам, ни по контакту. Будем пока тестировать только широкую аудиторию. Вот такая вот у нас первая аудитория. Мы сделали только по Москве. В возрасте 25-40 женщины. И как бы аудитория... У них есть общие какие-то параметры, а есть переменная часть. Вот общие параметры это то, что... Это только Москва, возраст, это женщины, язык русский. И эту аудиторию мы еще сужаем по интересам к фотостудии, к фотосессиям. А широкий перечень интереса мы делаем по каким-то направлениям, скажем, вот дорогие бренды одежды, ювелирка, автомобили класса люк, предметы роскоши, роскошная недвижимость. Во второй аудитории мы делаем то же самое, только уже как бы связано с интересами материнства. И плюс добавляем еще интересы профессиональные по тому, кем человек работает. А третью аудиторию мы делаем интересы по красоте, здоровому образу жизни, питанию, фитнесу, спа и так далее. И всю эту аудиторию мы протестируем в ленте и в сторис под осеннюю фотопрогулку и под зимнюю фотосессию студийную. Мы начнем с широкой аудитории 1. Прямо здесь ее можно в аудиториях выбрать, нажать кнопку создать объявление. И мы сразу переходим в вот такое вот рекламное объявление. Вот так вот создается. И здесь есть цели на узнаваемость, на лиды, на конверсию. Мы будем использовать везде объявление на трафик. И назовем ее трафик CA1 зима лента. Сразу скопируем название. Там нужно будет его продублировать. Дублируем название объявления. И в аудитории уже ничего не нужно делать. У нас аудитория была создана. Мы только отредактируем плейсмент и укажем, что нам нужна лента в инстаграме. И бюджет мы поставим 100 рублей на тест. И оптимизация по кликам. Здесь мы тоже дублируем название нашего объявления. Если у вас несколько страничек, которые привязаны, нужно выбрать свою. На нас подгружается автоматический аккаунт, который привязан в инстаграм. И у нас здесь можно выбрать формат объявлений, который мы будем использовать. Мы можем делать кольцевую галерею, одно изображение, видео, слайд-шоу. Мы протестируем в этом объявлении кольцевую галерею. И у нас есть вот такой вот текст для... Вот так вот он выглядит. И мы добавим наши фотографии. У нас есть вот такой вот несколько фотографий. Вот это у нас будет идти первой фотографией. Это будет второй. Третий. Четвертый. И пятый. Фотография. И под каждую фотографию нам нужно еще будет добавить ссылку на инстаграм. Вообще мы ведем людей на инстаграм страничку. И нам нельзя добавлять вот сюда вот прям прямую ссылку инстаграма. Потому что человек будет переходить в веб-версию. Будет переходить в веб-версию. Но как бы объявление у нас тестовое. И нам нужно посмотреть вообще какой трафик, сколько это все стоит. И потом уже после теста мы, конечно же, уберем ссылки. И на основе мы уберем вот эти вот все кнопки подробнее. И к нам на страничку можно будет попасть только по прямому переходу по ссылке. А вот это вот мы все уберем. Но для теста мы вот сейчас вот на первый день оставим, чтобы посмотреть, как у нас все работает. И еще раз мы посмотрим, что аккаунты указаны наши. Текст стоит наш. И ссылки под нашим изображением тоже должны ввести на нашу страничку. Вот так вот это будет выглядеть у нас в ленте. Все в принципе нас устраивает. Все так как мы хотели. И нажимаем кнопку подтвердить. И объявление у нас сейчас уходит на модерацию. Все объявление у нас подгрузилось. И теперь мы это же объявление, широкую аудиторию, эту же аудиторию протестируем в сторис. Аудиторию мы эту оставили. И здесь тоже мы выбираем трафик. Трафик, CA1, Азима, сторис. Скопируем, нажимаем кнопку продолжить. Ну и тут уже просто механически мы подставляем те данные, которые у нас есть. Аудитория у нас подгрузилась. Здесь нам нужно убрать все ненужное. Оставить только сторис. Добавить, что нужно подключение Wi-Fi. Здесь 100 рублей у нас на тест. Бон показывает, что приблизительных результатов за день охвата кликов не будет. А если 150 поставить, то будет вот столько. Ну как бы это примерные результаты. Он так показывает. На это смотреть не нужно. И опять же мы выбираем нашу страничку. Сначала на фейсбуке. Инстаграм у нас автоматически подгружается. Текста для сторис нам никакого не нужно. Нам нужно выбрать наше изображение для сторис. И у нас есть вот такое вот изображение. Есть второе изображение. И третье изображение. Всего можно сделать три изображения. И нужно еще тоже добавить ссылку на наши странички. Вот так вот будет выглядеть у нас сторис. Нам нужно теперь добавить ссылку вот сюда. И еще раз проверим все данные. Данные наши стоят. Текста у нас нет. Изображения стоят наши. Ссылка стоит на нас. И нажимаем кнопку подтвердить. Все, у нас объявление ушло на модерацию. Теперь нам нужно это же объявление, связанное с зимой, протестировать на целевой аудитории номер 2. Мы выбираем аудиторию 2. И нажимаем кнопку создать объявление. И здесь тоже пишем трафик, СА2, зима, лента. Здесь оставляем в плейсментах только ленту. Добавляем подключение по Wi-Fi. Ставим 100 рублей. И оптимизация по кликам. Дублируем название объявления. Выбираем нашу страничку. У нас будет кольцевая галерея. Добавляем наш текст. Удаляем галочки. И загружаем наши картинки. Раз. Два. Три. Четыре. И пятое изображение. И добавляем ссылки под изображение. Заголовок нам не нужен. И еще раз все проверим. На странице наша стоит. Текст наш. И изображение с ссылками. Ссылки наши. И выглядит все. Все выглядит замечательно, как мы и хотели. Нажимаем кнопку подтвердить. И объявление у нас ушло на модерацию. И мы точно так же эту же аудиторию будем тестировать сейчас еще и в сторис. Нужно протестировать и в ленте, и в сторис обязательно. Потому что как бы люди, целевая аудитория по-разному читает информацию. Некоторые ленту вообще не смотрят. Некоторые смотрят. Некоторые вообще в сторис только зависают. Трафик. СА2. Зима. Сторис. Мы оставляем только сторис в плейсментах. Добавляем в Wi-Fi. Ставим 100 рублей на тест. И нажимаем кнопку продолжить. Дублируем название объявления. Наша страничка. У нас кольцевая галерея. Текст нам не нужен. И загружаем наши картинки. Номер 1. Номер 2. И номер 3. Копируем ссылку на наш аккаунт в Инстаграме. И добавляем ее. И еще раз все проверяем. Данные наши стоят. Ссылки наши стоят. И изображение выглядит так, как мы хотели. Тожимая кнопка подтвердить. Объявление у нас ушло на модерацию. И мы будем пробовать для зимней фотосессии еще и третью аудиторию. Тоже нажимаем кнопку создать объявление. И здесь у нас будет Traffic, CA3, Зима, Лента. То есть видите, мы аудитории сразу загрузили. И они у нас сразу подгружаются. Если бы мы их не сохранили, нам пришлось бы их постоянно сюда вбивать. Добавляем Wi-Fi. 100 рублей на тест. Оптимизация по кликам. Нажимаем кнопку продолжить. Копируем наш текст. И добавляем изображение. Добавляем еще ссылки на нашу страничку в Instagram. И еще раз проверяем все данные наши. Наши текст, наш, изображение, ссылки под изображением наше. И все выглядит так, как мы хотели. Нажимаем кнопку подтвердить. Объявление у нас ушло на модерацию. И мы еще эту же аудиторию и будем тестировать в Stories. Трафик CA3, Zima Stories. Копируем. Нажимаем кнопку продолжить. Здесь дублируем название. Вставляем Stories. Добавляем Wi-Fi. Ставим 100 рублей. Нажимаем кнопку продолжить. И у нас страничка наша. Текст нам не нужен. И наше изображение. И еще раз добавляем ссылки. Нажимаем. Так, еще раз посмотрим все данные наши стоят. Ссылки на страничку тоже наши стоят. И все выглядит так, как мы хотели. Нажимаем кнопку продолжить. Ушло объявление на модерацию. И теперь мы, в принципе, то же самое должны протестировать на осенней фотопрогулке. Выбираем нашу целевую аудиторию 1. И у нас все точно так же. У нас будет только трафик. Так, мы оставляем трафик. ЦА1 осень. Лента. Нажимаем кнопку продолжить. Дублируем название. Вставляем ленту. Включаем Wi-Fi. 100 рублей. Оптимизация по кликам. Продолжить. Дублируем название объявления. Наша страничка. И тут у нас уже будет другой текст. У нас будет вот такой вот текст. И у нас будут другие изображения. У нас есть вот такой коллаж. А есть вот такая каруселька. Мы протестируем и то и другое. Начнем с карусельки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... И под каждое изображение нам нужно еще сделать ссылку. И еще раз... Что мы делаем? Мы еще раз проверяем наши данные. Данные странички наши, текст наш. И смотрим ссылки под нашими изображениями. Все указано верно. И смотрим, как будут выглядеть у нас наши изображения. Все выглядит шикарно, так как мы хотели. И мы нажимаем кнопку подтвердить. И объявление у нас уходит на модерацию. Объявление на модерацию ушло. И мы то же самое будем тестировать еще и в Stories. Трафик, CA1, осень, Stories. Нажимаем кнопку продолжить. Дублируем название нашего объявления. И оставляем только Stories. Добавляем Wi-Fi 100 рублей. Дублируем нашу страничку. И текст нам никакой не нужен. Мы загружаем картинки. У нас тут, видите, как бы много картинок получилось. Но мы для каждого Stories будем по три тестировать. Смотрите, вот это будет у нас первое. Второе изображение. И третье изображение. И мы добавляем еще ссылки на нашу страницу. И еще раз проверяем, чтобы у нас данные наши были. Текста у нас нет. И ссылки под изображением наши стоят. И вот так вот выглядит у нас скидка 50% на фотопрогулку. Тяните вверх и смотрите все фотографии. Все. Все отлично. Все как мы и хотели. Нажимаем кнопку подтвердить. Спасибо. 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 Объявление ушло у нас на модерацию, мы теперь делаем широкую аудиторию 2. И называем ее Traffic CA2 осень лента. Вставляем ленту, добавляем Wi-Fi 100 рублей и продолжить. Наша страничка. Эти галочки мы убираем, добавляем наш текст. А, у нас здесь одно изображение вводит. У нас еще есть там коллаж, который мы сделали. Мы оставляем наш текст и загружаем изображение. Вот такой у нас есть коллаж и сразу добавим, добавим ссылку на нашу страницу в Instagram. И проверим еще раз данные. Страничка наша, текст наш. Все, наш. Нажимаем кнопку подтвердить. Ушло объявление на модерацию и мы эту же аудиторию еще в Stories протестируем. Назовем ее Traffic CA2 осень осень Stories. Копируем, продолжить, дублируем. Оставляем Stories. Включаем Wi-Fi. Для Stories мы не делали коллаж. Добавим просто наше изображение. Вот эти вот следующие три изображения добавим. Нажимаем кнопку подтвердить и еще раз смотрим данные стоят наши. Ссылку на наш Instagram нужно добавить под фотографии. Все добавили и смотрим еще раз как у нас смотрятся наши фотографии. все выглядит отлично, как мы хотели и мы нажимаем кнопку подтвердить. И последнее, что нам нужно будет сделать, нам нужно будет нашу третью аудиторию протестировать тоже в ленте и в Stories сделать для них объявление. Мы выбираем нашу аудиторию, нажимаем кнопку создать объявление и называем ее трафик CA3.8 лента. подключение по Wi-Fi 100 рублей и продолжить. добавляем наше изображение. Благословим. Благословим. Еще раз. И добавляем ссылки на наше изображение, на нашу страницу. Еще раз проверяем все наши данные. Данные наши указаны, текст наш. И под изображениями ссылки указаны тоже наши. Смотрим, как выглядит. Все отлично выглядит, как мы хотели. Нажимаем кнопку подтвердить. И эту же аудиторию мы еще сделаем объявление для сторис. Трафик CA3 осень сторис. Нажимаем кнопку продолжить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. И текст нам никакого не нужен. Нам нужны наши изображения. У нас тоже здесь 6 изображений. Какие будем использовать. Ну давайте. Ну да, первые три будем использовать. Лучше бы, конечно, чтобы были все в полный рост. И добавляем ссылку на нашу страничку. И еще раз проверяем данные наши, текста у нас нет. Ссылки стоят наши и фотографии выглядят отлично. Нажимаем кнопку подтвердить. И последнее объявление у нас уходит на модерацию. Все загрузилось. Теперь мы что будем делать? Мы один день посмотрим, как у нас на минимальном бюджете реклама покрутится. Какие у нас будут результаты. Проанализируем. Уберем то, что не работает. Оставим то, что работает. Увеличим бюджет. Посмотрим, какая будет конверсия на страничке. Ну это уже будет в следующем видео. Друзья, если вам этот кейс понравился, не забывайте нажать кнопку лайк. Подписаться на канал. Если у вас есть какие-то вопросы или у вас были подобные кейсы, вы настраивали. Вы бы использовали какую-то другую аудиторию, что-то другое в ленте, в сторис. В общем любую обратную связь вы можете написать в комментариях. Мы это все почитаем, все это интересно, все обсудим. Если вы хотите подобную рекламную кампанию, то напишите либо в комментариях, либо свяжитесь со мной в инстаграм в директ. Всем спасибо, что вы посмотрели этот кейс до конца. Вам хорошего дня и успешного продвижения. Субтитры сделал DimaTorzok